Чтение книги Исхода Поставил брусья ее, положил шесты и поставил столбы ее, распростер покров над скине ее и положил покрышку поверх сего покрова, как повелел Господь Моисею. И взял и положил откровение в ковчег, и вложил шесты в кольца ковчега, и положил крышку на ковчег сверху, и внес ковчег в скинею, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею. И покрыло облако скинею собрания, и слава Господня наполнила скинею. И не мог Моисей войти в скинею собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинею. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинею днем, и огонь был ночью в ней, пред глазами всего Дома Израилева, во все путешествие их. Слово Божие. Как вожделенное жилище Твоей, Божие. Истомилась душа моя, жила я во дворы Господня. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу Живому. Как вожделенное жилище Твоей, Божие. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Как вожделенное жилище Твои, Божие. Блаженны, живущие в Доме Твоем. Они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе. Приходят от силы в силу. Как вожделенное жилище Твои, Божие. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Как вожделенное жилище Твои, Божие. Божие божие. Божие, Божие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Господь с Вами Чтение Святого Евангелия от Матфея Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще подобно Царству Небесное Неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и сев хорошее собрали в сосуды и худое выбросили вон. Так будет при кончине века. «Изидут ангелы и отделят злых из среди праведных и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». И спросили их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, «Так, Господи». Он же сказал им, «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен Хозяину, который выносит из сокровищи Своей новое и старое». И когда окончил Иисус притча, сии пошел оттуда. Слово Господне! 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 Я благодарен Богу и всем вам за призыв быть тот, который открывает 30-й международный Младифест. И всем вам принес искренне приветствие и благословение Папы Франциско, Святейшего Отца. Слово Господне! 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 Это наполняет нас радостью, но и лишает всякого оправдания. Никто не может сказать о себе, что он не годен для святости за свои грехи или слабости. В этом следовании за Господом опасны короткие пути, а не грехи. Конечно, чтобы слушаться призыва «Следуй за Мною», который Учитель Иисус обращает к нам, нужно, чтобы Дух Святой открыл наши сердца и наполнил их Божьей мудростью. Сегодняшнее Евангелие ставит перед нами образ новозаветного книжника, евангельского мудрца. Среди прочего, тут можно выделить и вынести отсюда три момента. «И Дух Святой, как мы слышали, как мы слышали, как мы слышали, как у нас репетировано в море, что собрает все возможные пищи. Потом, поднимаясь, и пешковцы выбирают тех, кто вкусно-мудрость, кто-то плохим, кто-то плохим. Первое, Царство Небесное, как мы слышали, подобно неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. И когда невод вытащили на берег, рыбаки отделили хорошую рыбу, пригодную в пищу, от плохой. Отцы пустынники считали, что каждый христианин подобен хорошему рыбаку, который бдит следить за морем своего ума, удерживая святые мысли и отбрасывая мысли ненужные или вредные, как делает это профессиональный рыбак с рыбой. Аккуратно, то есть человек, который не может позволить на берегу, что он может быть в голове, мы можем обеянуть на сознание, обитата от Бога, просто если мы не можем оврагать мы с нас думаем о том, что мы не можем о том, в том, что мы можем о том, мы можем о том, Кто же тогда мудр? Христианин, который не поддается всему, что приходит ему на ум. Образ мыслей, в котором пробивает Дух Святой, можно обрести только если мы не позволяем завладеть собой мыслями отчаяния, тревоги о будущем. Также наш ум не должен быть охвачен постоянной рассеянностью и лишней информацией или, что еще хуже, сделаться рабом социальных сетей. Мы обсуждены от ранкора, гелозы, «Пенсии своих отчаянных умств» «Кораджо!» Бывает также, что нами владеют ненависть, ревность, саморазрушающие мысли. И очень решительно. Евангелие призывает нас очистить наши мысли, чтобы принять мысли Христовы. Евангельское сердце ищет свободный ум. Второй момент. Господь говорит о правительстве. Иисус говорит о неком суде. Нельзя игнорировать эту истину, которую мы каждое воскресенье исповедуем в символе веры. Придет судить живых и мертвых. Однако суд — этот счастливый свет истины, а не приговор тирана. Это обновление, новая жизнь, а не ужас. Иисус говорит о правительстве. Последний суд для верующих — это торжество Божьей любви. Встреча с женихом. Тем не менее, для того, кто отверг Христа или жил, ненавидя брата, этот свет, произвольный благом, высветит правду о жизни без плода. Там будет плач и скрежет зубов. Иисус говорит о правительстве. Иисус говорит о правительстве. Иисус говорит о правительстве. Чем же тогда мудрость? Мудрость в том, чтобы научиться жить еще в молодости так, чтобы держаться в границах непроходящей истины, не совершать ошибку, доверяясь только сегодняшнему моменту, налагаясь на простые решения, минутные удовольствия, на такое отношение к вещам, которые дают нам успокоиться в своих эгоистических решениях. В повседневной жизни опасное изобилие чем зло. Иисус говорит о правительстве. Заручимся уже сейчас для себя взыскующим истинный Божьим судом, став не откладывая в границах истины. Молодой христианин мудр, когда говорит истину, ищет истину, несет истину. В том смысле, испытание совести и таинства исповеди – очень важные средства для того, чтобы расти в подлинной мудрости. Молодой христианин – И, наконец, третий момент. Евангелие, которое мы прочитали, учит нас, что книжник, устремленный к Царству Небесному, это тот христианин, который выносит из сокровищницы свое новое и старое. Это удивительное выражение, которое можно истолковать еще и так. Настоящий мудрец — это тот, кто живет старым, который приносит все время новую радость, и новым, которые имеют вкус старого. Один пример, чтобы вы понимали отношения между старым и новым. Ветхий Завет подготавливает новые, но и новые можно понять целиком только в его отношении к Ветхому. Ветхий и новые нужны друг другу, чтобы раскрываться друг в друге. Ветхий Заветт Мудрость мира сего, однако, не сочетает старое и новое, но разделяет их, представляет старое устаревшим и новое новшеством. Она мечется между последней модой и убеганием в прошлое. Эти крайности всегда рождают конфликты, жесткость, вражду. И вот поэтому третий момент. Крещеный человек должен быть новым творением, которое знает вкус старого, имеющим корни, светущим на почве тысячелетней истории святости, быть тем, из кого состоит Церковь. Ветхий Заветт новое творение, которое сохраняет добрый вкус домашнего хлеба, ароматного и вкусного, именно потому, что замешан и испечен по старому рецепту. Вот эти три жемчужины извлеченные из ракушки сегодня, истинные из ракушки сегодняшнего Евангелия, очистить ум, создать условия для совершения Божьего суда над нами, живя в истине, стать новыми людьми, укорененными в традиции святого народа Господня. Дорогие молодые, пусть Дух Святой сделает вас мудрыми, как Матерь Божью, которая размышляла всякой вещи в своем сердце, и как великого просветителя святого Альфонса Мария Деллигори, который в 17 веке заново мудро евангелизировал с граждан Своего Неапола. Манда, О Падре, Ил Туо Спирито и риннова и Ностри Кури а иммагине Дел Фиглио Туо Гесу нато дала Вергине Мария. Амен. Пошли, Отче Святого Духа, и обнови наши сердца по образу Твоего Сина Иисуса, рожденного от Деви Марии. Амен. Останемся несколько секунд в тишине с открытым сердцем для Слова Христового. Тишина. Тишина. Тишина.